Друзья мои, мы сейчас в тайге находимся на пасеке у Ивана. Я не стал снимать видосы, как мы едем до нее, как мы там заставляем пчел. Главная мысль, что сегодня я хочу вам показать фильм, который был снят еще в сентябре. Так как мало было текста в нем, сегодня мы дополним его информацией, которую вы услышите из первых уст тех, кто там присутствовали. Вы будете смотреть кадры фильма, и в то же время будет происходить, собственно, наши комментарии к нему. Вот и вся история. Братцы, это по-прежнему канал «Строй дом своими руками», но сегодня у нас видос, который даже меня шокирует своим масштабом и своей мощью. Мы находимся с вами где-то в глубокой тайге, на высоте 2600 метров. И хочу вам рассказать про тот Алтай, которого вы даже не слышали и не видели. Возможно. Начиная от курганов, заканчивая можжевельником и кедровыми сборами. Большую часть выпуска я, конечно же, буду рассказывать вам в студии, потому что голоса уже нет. Сегодня мы пересечем границу регионов, проедем с вами через кедровые станы промысловиков Ореха, увидим древние алтайские кладбища, у нас они называются курганы. Хоть и немного, но проникнемся древней цивилизацией, живущих здесь сотни лет до нашего появления древних людей. При том, что Алтай уже исхожен вдоль и поперек, все же постараюсь вам показать места, куда еще не ступал искушенный путешествиями турист. Также расскажу о традициях коренных народов и как все это взаимодействует сегодня с современным миром. Но о начале нашего ролика я буду освещать походом на Каракольские озера. Позже я обязательно объясню, почему. Итак, наш путь начинается от всем уже известной пасеки в селе Карагайка. Кстати, о пасеке не забудьте посетить мой склад настоящего алтайского меда. Ссылку я оставлю вам под видео и продублирую еще ее на экране. Далее мы проедем через Каракошу по Кедровой тайге. И на третий день мы должны будем выйти на Курумнике долины Альбагана. В общем, смотрите, походу все будет понятно. Так, всем самого добрейшего утра. Вот так у нас сборы выглядят. Да, мы едем орех пособирать, отдохнуть, посидеть, пообщаться. Именно благодаря тому, что мои друзья Иван и Михаил купили для перемещения по тайге такие автомобили, мы получили возможность исследовать эти места. Чуть позже в экспедиции встретим местных промысловиков по Ореху, которые передвигаются на подобных машинах под маркой «Сокол». И они расскажут о плюсах и минусах своих квадроциклов. Также вы увидите колоритного водителя этого «Сокола». Я думаю, вам всем будет интересно. Кто смотрит канал давно, знает, что в прошлом я был профессиональным проводником по пешим и водным походам. Но так вышло, что я сменил вольный ветер, бьющий в походный рюкзак, на мастерок и уровень. Очень скучаю по той жизни, наверное, поэтому и хватаюсь за любую малейшую возможность прикоснуться к своему родному Алтаю. За годы моей работы в горах я встречал много разных людей из числа коренных жителей Алтая, включая представителей местной духовной школы, которые поведали о быте, вере и культуре, а также традициях алтайцев и шаманизме. Сегодня я очень хочу поделиться этими знаниями с вами. Итак, главный источник благополучия, силы и красоты алтайца – это, собственно, сам Алтай. Он живой. Под Алтаем подразумевается его дух. Он дает народу пищу, одежду, кровь, счастье, даже жизнь. Если алтайца спросить, кто твой бог, он ответит, что означает «Мой бог камень, дерево, природа, Алтай». Так обычно отвелчают алтайцы. Традиции и обычаи которых наполнены всеобъемлющей любовью к своей земле. Но что самое главное и интересное, если поставить вопрос иначе, например, где твой Алтай или какой твой Алтай, ответ будет совсем иной. Он покажет вам родовую гору, которая является его тотемным местом силы. Ваш вопрос, он будет трактовать так. Где твой род? Откуда пошел твой род? Алтайцы очень серьезно относятся к религии, язычеству и поклонению предков. Если честно, я сам очень уважаю наши коренные религии. В этом есть что-то душевное, родное. И это очень часто помогало мне в походах и экспедициях по горному Алтаю. Мы сейчас будем переходить брод по Ише. Это еще не тайга, но уже притаежье. Пихты начинаются, вот они. А, вот, вон тайга, да, начинается тайга пихты. Друзья, а те, кто любит таежный контент, это прям для вас. Через нее поедем? Да. Это нормально. Нормально. Или ненормально? Рыбку не задави. А, ну вот он перехарка, вот он, по идее-то, вот он должен быть, вот он. А, ну вот там, может, глубоко в конце, наверное. Вот переезд, Иван, видишь? Или вот он даже. А, вот он, что переезд. Выезды, вот они. Мне хочется сегодня рассказать как можно больше о своей земле, поэтому продолжим. Что такое родовая гора? Это место не только поклонения памяти своих предков, но и земля, где алтаец, решивший посвятить себя служению своему народу, мог получить энергию Алтая. Зарядить шаманский оберег и главный инструмент для исцеления человечества – алтайский бубен. Если будет на то воля ульгения, эта штука реально начинает исцелять людей. Я про бубен. Мы сегодня часто проезжаем через поселок Камлак, что находится на правом берегу Катуни сразу же после моста Тусимы, даже не подозревая, что именно в этом тотемном месте издревле шаманы собирались на свои встречи для проведения различных обрядов и ритуалов. Кстати, считалось, что если шаман утратит или подарит свой бубен кому-либо, то все болезни, которые он забрал у людей, придут к нему. Вообще алтайцы очень трепетно относятся ко всему духовному, а так как они по сей день живут тейпами, у них особое уважительное чувство к старшему поколению. Друзья, уверяю, нам есть чему поучиться у них на самом-то деле. Вообще, жить на Алтае и не верить в Алтай невозможно. Главное, большинство алтайцев хозяин Эйзи. Не путать с богом Алтая ульгением на небе или Эрликом под землей. Эйзи обитает на священной горе Учсумер. Так вот, он выглядит как старик, облаченный в белой одежде. Увидеть хозяина Алтая во сне означает заручиться его поддержкой. Друзья мои, в общем, проехали мы большую часть пути. Остановились перекусить немножко. Вот, и двигаем дальше. Маршрут у нас очень интересный и захватывающий. Дожди прошли. Вот так у нас реки выглядят все и броды сейчас. Моем руки и... На перекус. Так, мы приехали в Каракокшу. Сейчас найдем место для ночевки. И там будем ждать еще одного нашего друга, Рустамчика. Он приедет ночью. И отсюда мы уже двинем на Караколы. С утреца. А сокол больше твоего? Не, меньше маленького. Они же есть разные тоже. Есть сокол про, есть сокол про, да. Ага. Есть сокол про, брюм, брюм, брюм. Так, нашли место. Сейчас вам покажу. Ничего себе. Высоковато, да? А ты вот так сдавай, чтобы здесь развернуться. Сюда, прямо. А это сюда и зацепляем. Так, смеркалось, друзья. Конечно же, наверное, такие видосы вам не сильно интересны. Потому как, ну, просто налаживаем быт. Но сегодня у нас новая банька. Сейчас вам покажу. Вот такая вот у нас банька. Ей, правда, лет 20. Но Михаил ее у нас добыл. И она очень грамотно сделана. Сейчас затопим. Дров ребята напилили уже. И сегодня мы ночуем на Каракохше. Вот в этой речке будем купаться. Не знаю, наверное, видос про Убаню. Уже не попадет в кадр. Потому что это будет темно. А может и попадет. Нужно разжечь костер, нажечь угли для шашлыка. Уже? Пару слов-то расскажи вообще, как тебе мероприятие лично самому. Видите, как камера. Это будет видео, Ваня. Это будет. Поставьте лайк. Почитаю, что Ивану нужно побрить вот эту часть. Я даже станок есть. Мопеды напокупали, с которых надо по лестнице спускаться. И самое главное, вы должны понимать, что это у нас только начало мероприятия. Это еще даже не Караколы. Это какая-то река Каракохша. Ну, не какая-то. Но она, кстати, какая-то. Потому что я сегодня первый раз в жизни на ней оказался. А у нас мангала-то нет с собой, да? Камни. Ну, кстати, с камнями тут вообще жесть. Не втыкаются даже полышки. Хорошо? Жарко вообще. Друзья, на Дзене полное видео без цензуры. Подписывайтесь. Дзен в описании под видео. Давай. Молодец. Я следующий. В общем, друзья, утро следующего дня. Настроение у всех шикарное. К нам присоединился еще один человечек. Вы его все знаете по прошлогоднему сплаву. Давайте все в комментариях поругаем его за то, что он в этом году на нас с нами не ходил на сплав. И вот так я его пальцем тыкну. Ну, все, больше не будем. В следующем году пойдешь с нами? Стараюсь. Все, договорились. Мы собираем, в общем, вещи. Главное, друзья, проблема прошлой поездки. Возле бензина вещи не складывать, которые будут в палатке лежать. Иван. Иван. Это очень важно, Иван. Иван вообще на меня не реагирует. Ваня, но опять ты делаешь то же самое. Убери мой рюкзак от бензина, пожалуйста. И вот эти вещи я бы убрал от бензина, он плескается. Ну, вот, короче, я этой канистрой словил спальники, словил куртку. И все это воняло всю ночь. Спальники, да, Николай. И вот опять моя палатка лежит. Хорошо, я вот раз входит. Ой, хорошо. Все, мою, мою сюда. Грузия, проверяйте всегда сами, когда что-то складываете. Твой большой баул тяжелый, надо положить. Иван, пару слов. Это не слова. Я поврился. Да, только он там у тебя пляшич остался. Друзья, потому что вы 5 минут назад комментарий написали. Выбираемся с Каракокша, двигаем в сторону Каракольских озер. Ну, озер. Именно с почитанием Эйзи Алтая связан древний обряд Кайри Булар. То есть привязывание ленточек на перевалах. Если вы бывали на Алтайе, то вы это видели не раз. Есть целый ряд требований для человека, желающего исполнить этот обряд. В частности, он должен быть чистым. В его семье в течение года не должно было быть смертей. Ленту привязывают с восточной стороны. Ни в коем случае нельзя вешать ее на ель или сосну. Есть требования и по размеру самой ленты. Цвет ленты также символичен. Белый цвет – это цвет молока. Желтый – цвет солнца. Луны – розовый символ огня. Голубой означает небо и звезды. А зеленый – это цвет природы в целом. Вешая ленточку, человек должен обратиться к природе через Аллы Киши. Пожелание мира, счастья и здоровья всем своим близким. Альтернативный вариант поклонения Алтаев в месте, где нет деревьев – это выкладывание горки из камней. В этом походе, кстати, друзья, мы будем часто видеть с вами подобные мемориалы. И многие мои туристы, в походах, встречая подобное, считали это каким-то древним баловством. Даже не подразумевая, сколько глубоких мыслей и пожеланий заложено в эту инсталляцию. Так, сколько нам надо километров двигать? Меньше километров два-три до базы доехать. А потом после базы еще километры до этого, до переката. Сегодня мы утрачиваем многое из наших славянских традиций. Это очень печально. Я стараюсь сейчас ловить любую возможность, чтобы получить информацию от поколения наших дедов и отцов. Начиная от традиций пчеловодства, рыбалки, охоты, заканчивая истолкованием уже давно забытых или поменявших свое значение поговорок и пословиц. Вот если у вас есть интерес к подобному, я с удовольствием поделюсь с вами знаниями в будущих выпусках. Для затравки, друзья, то, что услышалось последнего в богом забытой деревушке, например, такое выражение, как «не видно ни сги». А кто она такая, сга, да? Оказывается, когда ямщик ехал на повозке, он ориентировался по силе предрассветного тумана, сумерек или проливного дождя по видимости впереди идущей лошади. Но, понятное дело, лошадь не маленькая, ее как бы хорошо видно. Нужно было ориентироваться по какому-либо предмету на ней. Так вот, сга – это определенный элемент на одеянии лошади. Пишите в комментариях, если догадались, о чем именно я говорю. Очень интересны у алтайцев традиции гостеприимства. То есть, есть определенные требования к тому, как принимать гостя, как подавать ему молоко, кумыс в пиале, то есть это алкогольный алтайский напиток, или курительную трубку, как приглашать к чаю. Алтайцы – очень гостеприимный народ. Поскольку они верят, что у всего есть свой дух, у гор, воды и огня, они очень почтительно относятся ко всему окружающему. Например, очаг для алтайцев – это не просто место приготовления еды. У алтайцев принято кормить огонь, благодарить его за тепло и пищу. Не удивляйтесь, если увидите, как женщина на Алтае бросает в огонь выпечку. Кусочки мяса или жира она его кормит. В то же время для алтайцев недопустимо плевать в огонь, например. Сжигать в нем мусор или переступать через очаг. Алтайцы верят, что природа целебна, в особенности оржаны. Это родники или горные озера. Местные считают, что в них живут горные духи. И поэтому вода в них сакральна, может наделить даже бессмертие. Посещать оржаны можно только в сопровождении проводника или целителя. Так, у нас небольшой перерыв на перекус. Где у нас столик? Дальше деревень больше нет. Нет. Правильно? В царское время тут лес возили, а потом Столыпин тут золото спрятал. Мы когда зашли сюда, в Россию-то... Придется... Мы как раз отсюда брали лес. Мы медленно, но верно пробирались по вновь проложенному маршруту к нашей цели. Жадно впитывая все увиденное по дороге. Решено. Теперь к нашему ежегодному сплаву, скорее всего, еще добавляется квадропоход. Оттуда, смотри, тебе надо будет на Уладо уйти. Запомни, Уладо. И с Уладо вершин... Чуйка будет. Вот он, Шпагачинская. Да. Вот Сургинская, вот она рядом. А на Караколу-то мы попадем, нет? Нет, не попадем. Никак вообще? Нет. Вот Сурдин. Вот, Сурдин, да? Но он еще вот тут Уладо, типа... Подожди. Уладо еще? Смотрите, у него этот, названием, фамилия. Вот Эрган. Короче, разами терялись уже. Назад вот этой дорогой будете спускаться. Здесь был речки? Это Каракакша у нас. Карагона, наверное, бежит стой. Нет, нет, ну-ка, ниже выходим. Так, Баюк, озеро. Туда не надо вам. Короче, чуйкой вам надо спускаться будет. Это Шпагачи там, увидите. Где мы есть? Вот он. Вот так, поехали на Караколу, а на них и не попадем. Нет, нет. У меня трэп есть, как ребята на лозе, которые проезжали? Ну, я с ними встречался, я знаю. Они два квадрика перевернули. Ищем вот чуйку надо найти нам. Какую чуйку? У меня нет чуйки. Не должна быть. Ход озера. Ход озера. Так, 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 тебе надо будет вот чуйка, наверное, или вот эта вот идет, вот она. Дорожка, видишь, не привезла. А ее нету. Нету. Я их отправлю, чтобы назад по кругу вышли на Караколь. Я их домой. Езжайте домой, мужики. Ну, какие-то озера там мы хоть увидим, нет? Сургинские увидите. Они рыбальческие? Ашпагатческие, рыбальческие. Миха, на ашпагач надо. Забивай. Короче, съездили мы на Караколы. Едем теперь на Ашпагачинские озера. Скажите, ну сердце елкнуло, когда остановили, Вань? Я сразу понял, что Игоря. А Игоря – это хорошие люди. Ну, наверное, оружие проверить. Вдруг у тебя нелегалка с собой. Возьмем другана. Давай другана. Мне понравилось, когда пошел на кофр смотреть. В общем, жармонит. Он говорит, что, оружие есть? В моем детстве это называли склоза. Какое оружие? Мы отдыхать. Открываю кофр, лежит две бутылочки водочки. О, понятно. Закрывай. Друзья, для тех, кто не знает, Андрей, как говорилось. Мне пакетика не бросит. Мне вот жучка не обидеть. Очень культурный человек, и мне это очень нравится. Мы сейчас вот здесь, где вот эта стрелочка. Покажи еще раз. Вот она. Да, мы где стрелка? Мы сейчас где стрелка. Да. В Агатинске где-то вот здесь. А вот она дорога, вот они сами Караколы. Ну, мы едем на Караколы. Ну, ты видишь, вот она дорога. Михаил, скажи на камеру, что мы едем на Караколы, а не на какое-то там Тунгусское метеоритство. Пока мы едем на Караколы. Вот так нам обещали, да? Я хочу увидеть Караколы. Тебе что, из курсовода, обещал? Караколы? Мне сказал работать по Ореху. Начальник нам сказал ехать на Караколы. Орех собирать. Мы едем мешки взять. Кушать будет давать. Лапша, Доширака. Ну, не обманул же, Доширак был утром. Был. Очень много Доширака будет. Какая-то твоя зарпата была. Доширачик. Домой вернет в субботу, но мы приедем. Михаил, на тебя очень большие надежды. От всего коллектива. Поехали. Строительство своего дома, это безусловно важная задача, но без путешествий теряется энтузиазм и тяга к свершениям. Мой совет, друзья, иногда перезагружайтесь. Это очень нужно. А лучшая возможность переосмыслить свои дела, это путешествие. Так, мы поднялись наверх какого-то перевала. А почему мы находимся наверху, я понял по тотемным собачкам и повязкам на дереве. Вот. И ребята увидели тут кедр, шишки. Шишки. Я посмотрю. Ну что, есть орех? Вань. Нет, да, есть. Будете собирать? Я, буду, пока. Пойдем глянем. А, вон шишка, но. Давай. Ммм, какая она сочная, а. Немножечко не туда повернули, сейчас развернемся и поедем туда. Друзья, заметьте, сентябрь здесь проявляется особенно. Ниже, когда мы были, сентябрь был еще такой зеленый, а здесь он прям, какой я его знаю обычно. Это и понятно, в этом году осень запоздала, тепло, хорошо. Там видно белки, сопки, все закрылось сейчас туманом. Нам надо повернуть, мы с дороги сбились немножко. Вот они, пережитки человеческой жадности. Вот я против этого, друзья. Ну, что это такое? Люди, зачем вы это делаете, а? Ради чего? А потому что люди, не люди. Все в бодане. Боданчик. Геляна. Алтай. Вот такое вот безобразие творят люди. Видите, наверху дерево. Птичка сделала себе гнездо. Класс. Туман идет на нас. И сейчас, буквально через пару секунд, будем находиться полностью в тумане. Обалдеть. Изменение температуры начинается вот это движение. Я не буду не говорить ничего плохого про тех ребят, которые ездят за границу для того, чтобы что-то увидеть. Ребята, вы были здесь? Вы были на перевале? Вы были в Каракокше? Мне 40 лет исполнилось 26 сентября. Я первый раз здесь. Красота. Давайте вернемся к теме коренных народов и немного захватим политику. Сегодня наступило такое интересное время, когда некоторые личности стараются перевернуть и извратить историю. Говоря о том, что русские во все времена притесняли коренных, всячески не давали им развиваться, навязывая свои ценности и пропагандируя свою религию и идеалы. Так вот, сегодня для повышения качества жизни и стимулирования развития самобытной культуры коренных многочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, органами власти поставлена задача объединения всех возможных общественных сил в области межнациональных отношений. В многонациональной республике Алтай, где проживают коренные этносы, эти задачи являются первостепенными и успешно реализовываются на протяжении многих лет, благодаря совместным усилиям республиканских властей и общественности. По статистику, которую вы легко сможете найти в сети, численность коренных этносов, проживающих на территории республики, не только не сокращается, но в целом приросла на 34,5%. На этой территории проживают теленгиты, туболары, кумандинцы, челканцы, шортцы. За два последних года на социальные нужды и этнокультурное развитие коренных малочисленных народов, проживающих в республике Алтай, в рамках федеральной целевой программы экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов, были профинансированы мероприятия на сумму более 1 миллиарда рублей. Эти деньги позволили осуществить массу полезных для региона задач. А теперь, господа, обратим наши взоры на колонии индейцев в счастливом просветающем Западе. И сделаем свои выводы по притеснению коренных народов варварами, как сегодня пытаются исковеркать правду весь, в кавычках, цивилизованный мир. Немного про дорогу. Знаете, что заметил? Камера вообще отказывается передавать весь шок бездорожья. Кажется, что для наших машин дорога не является какой-то сложностью. Но поверьте, это не так. Я то и дело видел в глазах пилота нашего болида опасения за очередной проход скалистого или водного участка. Но лучше, наверное, атмосферу передадут стоящие на обочинах Урал или УАЗы, увязшие в грязи. Ребят, это что-то с чем-то. Едем 3 км в час, но мы успеваем наслаждаться природой и красотой Алтая. Хоть и горного Алтая, но Алтая. Какой бадан. Синоставочек сегодня увидели. Черных белок. Что за черные белки? Это местные белки. Мурангу. Видели. Мурангу. Видели. Мурангу. «Муранг». «Муранг» «Муранг» Субтитры подогнал «Симон» 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 Поехали, сын. Зай, пару дней, и мы вернемся. Ты в шортах. Там пацаны такой борщ сделали, просто пушка. Мясо у нас потомилось, обжарилось. Сейчас мы туда добавляем лучка. Вот так вот, аккуратненько. Хоп, хоп, хоп. Мы обжарили мяско, потомилось у нас, мы добавили туда лучок. Сейчас мы, ау, мне такую пару за рта сил. Вот реально, в Сагогорье, да? Смотри. Кальян. Смотрите, как красиво получается. Вкуснятина, это будет вкуснятина. Да, это будет просто... Там я помидорки почистил. Порежем сейчас картошечку, сейчас обжарится маленький лучок с мясом. Все, я режу картофан вот в эту, вот в эту штуку. Ух, хорошо. Еда будет сегодня божественная. Вот так вот такая паста томатная, помидорка. Очень офигенно. Берешь так вот, ложку берешь и ешь хлобы сюда. И вторую ложку берешь, полную тоже так вот берешь. Так вот, хлобы сюда. Пожарили мясо, добавили туда лучок. Обжарили с лучком мясо, потом добавили туда перчик и помидорки. Все это потушилось, потомилось. Добавили еще, помните, вы видели томатную пасту, помидорка. И теперь мы туда всыпаем аккуратненько картошечку. До конца, до конца, до конца всыпаем. Резко перемешиваем. Перемешали? Смотрите. Напомню, как блюдо называется. Каракокшинская бугульма. Да, каракокшинская бугульма. Картошка поменяла свой цвет, смотри. Стала красенькая, розовенькая, красивая. Добавляем водицу. Водицу. И просто тушим до готовности. Все. Белисьмо. Мари какая. Да это борщ. Это же борщ. Это типа лагмана. Это, короче, либо дамлима. Это типа лагмана. Мне с жижечкой, пожалуйста. Только отсюда не хватает лапши. Еще? Все, классно. Спасибо. Ну, всем приятного аппетита, братцы. Спасибо. Понеслась массовка. Так это, братан, это будет тайский суп. Как он называется? Хачапури. Тамьян. Тамьян, да, давай, кидай сюда. Креветок не хватает и все, и тамьян. Ну, это лучше тамьяна, который нам в последний раз продавали за 450 рублей. Ну, почему так дорого стоит он, да? Почему так дорого? Нельзя делать тамьян тяп-ляп. А вот с хвостика, кстати, не остро. Хвостик всегда не острый. Надеюсь. Хрупый нормально. Нет, давай на... Мужик прям хрупый. Парни, дай сюда. Это кусани просто. Нет, не, ну... Нет, ты помного режешь. Ты потоньше делай. Ты что, это невозможно съесть. Да Ванькины перцы для меня... Разминка. Кому? Это не каракольская бугульма. Это тамьян каракольский. Очень вкусно. Великолепно. Да. Бомбисимо. Повару пятерочка. Опа. Ну что, доброе утро всем. Голоса нет. Голоса нет, настроение супер. Вчера ели такую штуку, ребята. Я не знаю. Я не показывал. А может, показывал, не помню. Нет, не показывал. Это просто была пушка. Да, я показывал. Точно. Короче, тамьян. С перчиком острым еще в прикуску. Точно тамьян. Рустам, как твои дела? Утро, хорошо. Утро супер. Главное, не холодно. Да. Ночью лил дождь. Себя не показываю. Просто я еще зубы не почистил. Единственный минус. У меня под палаткой мыши строили гнезда какие-то. Ночью. Видимо, все ископано мышами вон. Ну и что, вода прибыла, нет? Вода? Нет. Даже не смеки. Знаешь, что я не могу. Так, что я вкусно. Легко. Смешно. Вкусная вода такая. Ох! Офигеть. О, смотри-ка что. Как заметил. Реалитет. Смотри, по нему проезжали. Мятый. Смотри, ножны. Штык-нож. Какой красавец. Смотри, сколько ему лет тут, а? Бакелитовый. Бакелитовый. Офигеть. Ножны-то на выброс, наверное. Ну крутяк. Кто-то потерял его тут, смотри. Вообще. Ну круто, круто. Я нарушу зона. Что там тело, Евгения Даня? Здорово. Здорово, Вань. Высок-то интересного есть? Тут наверху нет. Ну мы сегодня все домой. Понятно, что ли, как нарушу стольников? Там дальше, за Володовской, а? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Надеюсь, хотя бы мой квадрокоптер не подведет и даст нужную картинку. Мы спускаемся к озерам, и здесь будем ночевать сегодня. На что я сразу обратил внимание, на всем озере не видно ни одной стоянки палаточного лагеряХ. Хотя это единственное в округе озера наполненное рыбой, насколько мне известно их зарыбилипеледью, сделать это позволила глубина ошпагаческой расщелины. Выбираем место для стоянки, но в перспективе решили, что пойдем на цирк, потому что тут хорошо дует Да все, парни, давайте в цирк возвращаться Смотри, еще одну Там маленькая И вид никакой Спустимся там на камушках, поставим и все Если только знаешь, как объехать все это и вон там встать Мне так кажется, это обманка Мы поехали тогда обратно А прикинь, с этим перевалом еще озера Нету Аж богаче О чем мне шапка такая неровная, вы меня не поправляете А я в кадр попадаю Тоже кривой, кстати Я? Да Нормой? Я даже Спорю Лук-то прям, я прям его хотел Задим слово Кому не? А я какое слово? Я хрип слышу Вы знаете, я хочу поднять вот этот бокал, если меня слышно Если меня слышат с большой земли Вот за вот этих ребят С которыми я сейчас вместе Уже не одет год Они красавчики Они красавчики Пацаны за вас Я там не попадаю, по-моему Только я про тебя не говорю Ну и вдруг же ты, а В баню со мной пойдешь Пойду Поддам Давайте выпьем за коней, которые нас сюда привезли Которые выдерживают всю Тягость Всю тягость Этих мест Мы сюда прибыли Они нас сюда привезли Еще бы из курсовода нормально Вообще было бы люто Сколько историй сегодня уже рассказали про этих коней Сколько нюансов Продолжение следует... Продолжение следует... Не, парни, я понимаю, что эта глупость полная Но мы идем в баню На улице 12 градусов Это очень холодно Пацаны, баня протопилась и запчелась Да, но мы уже пришли Че, как у вас там? Даже блюрить не надо Потому что Камера сама заблюривает Это как? Ну, все запотешивает На улице жесть Там такой ура На татарском Да? Татар же на пятистоле сидит? Может быть Я пью за моего друга Мишу Ларинова Друга поддерживаю Эй! Я тоже в лобе говорится Я не глотнул Я пью за Рустама Фаридыча Кроме Фаридыча За него я пить не буду Принципиально Фокс А кто пойдет первый? Я Я же первый А у тебя хорошо, у тебя в палатке все же не вздумано Из бани подъедешь Знаете, что заметил? Не знаю, этот ролик войдет, не войдет Мы сейчас после баньки Отдышка Отдышка Я думал, что может я что-то физически плохо себя чувствую Или что-то такое Оказывается, двухтысячник И ветер Места, конечно, скажу вам Такие тотемные Ладно Одеваюсь Вот что вы понимали Вот в таком виде приходится в палатке ночевать Это конец сентября, братцы Сейчас на улице где-то около 10 часов Друзья мои, вот и закончился наш замечательный поход Настроение просто шикарное Я вывел для себя из этого мероприятия кучу полезного опыта Хочу теперь повторить эти маршруты дальше Каждый раз углубляясь все дальше и дальше в наш замечательный Алтай Потому что неизведанных просторов здесь море Ну, друзья, вы сами это увидели, наверное, из видоса Спасибо всем ребятам, потому что это было просто восхитительно Я очень рад был вас сегодня видеть Я очень рад был с вами поделиться своими достижениями и новостями Давайте, до скорых встреч Встретимся теперь, наверное, на стройке Все, пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok